Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают диктор Юлия Якутовича, оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. Состоящие на учете в ГУФСИН саянцы встретились с медиками. Прокуратура направила в суд дело о фиктивной постановке на учет иностранцев. Прошел очередной этап фестиваля робототехники. Саянцы проводили зиму. Начался Великий пост. Как стало известно, «Газпром» предварительно определил трассировку магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Он пройдет в том числе через города Черемхова, Зима и Саянск, где действуют и планируются крупные химические производства. Иркутская область располагает очень крупными запасами углеводородного сырья и имеет большие возможности для развития газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности, обеспечения доступа всех потребителей региона к высокотехнологичному виду топлива. На территории области расположено более десятка нефтегазовых и газоконденсатных месторождений. Наиболее крупные из них – Кавыктинская и Верхничонская. Социально-экономически целесообразное повышение уровня газификации регионов – одна из основных задач, прописанных в энергетической стратегии Российской Федерации. И правительство Иркутской области уделяет этому проекту большое внимание. В июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме правительство регионы «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации Иркутской области. Как стало известно сегодня, «Газпром» предварительно определил трассировку магистрального газопровода «Сила Сибири-2». Он пройдет через Бурятию по территории Тункинского района по границе с Монголией через Кяхтинский, Дежидинский и Закаменский районы Бурятии. Пересечет границы в районе Кяхты через Монголию в Китай. Что касается Иркутской области, то трабопровод пройдет с севера на юг через города Черемхово-Зима и Саянск, где действуют и планируются крупные химические производства. Реализация проекта 2030 год. Сотрудники Саянского филиала ГУФСИН организовали и провели для осужденной встречу с медиками городского туберкулезного отделения. В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом сотрудники Саянского филиала ГУФСИН организовали и провели для состоящих на учете в инспекции встречу с медиками Саянского туберкулезного отделения. Главная цель мероприятия – повысить осведомленность об этом страшном заболевании и рассказать о возможностях его профилактики и лечения. Мы постоянно проводим различные мероприятия с нашими осужденными и привлекаем к этим мероприятиям различные субъекты. Это и Центр занятости населения, и отдел полиции, и администрация, и органы здравоохранения. И вот, между прочим, сегодня как раз одно из таких мероприятий мы проводим в противотуберкулезном диспансерии. Вообще говоря, у нас на учете состоит около 200 человек осужденных. И поскольку они являются группой риска, некоторые из них ведь освободились из смесь лишения свободы, и им необходимо проверяться на наличие туберкулеза. Ну и нам, сотрудникам тоже, между прочим, поскольку мы с ними работаем. По данным специалистов ТУП-подделения, в настоящее время каждый десятый в тюрьме болен активным туберкулезом, а большая часть является носителем инфекции. Проведя в заключении 2-3 года, почти каждый входит в контакт с больными и подвергается первичной инфекции. Среди освободившихся большой процент заразных больных активным туберкулезом, и еще больше носителей так называемой скрытой латентной инфекции. Совместно с работниками ГУФСИН мы регулярно проводим подобные мероприятия, приуроченные к дню борьбы с туберкулезом, в рамках месячника борьбы с туберкулезом, так как условно осужденные должны регулярно проверяться на туберкулез в течение 3 лет после освобождения. И в рамках месячника мы проводим пробы с антигеном туберкулезным рекомендантным, рекомендуем им пройти флюорографию, и проводим профилактические беседы. Осужденные, состоящие на учете в инспекции, прослушали лекцию о важности здорового образа жизни. Каждый пришедший на беседу получил информационные буклеты, а в завершении встречи всем участникам мероприятия были сделаны тестирующие пробы. Во время рабочей поездки губернатор Игорь Комзев посетил Кемельтейскую среднюю школу. В учреждении обучаются 382 ученика. Из них 68 ребят из двух соседних сел – Баргадай и Перевоз. Во время рабочей поездки в Зиминский район губернатор Игорь Комзев посетил среднюю образовательную школу, которой необходим капитальный ремонт. Это второй визит главы региона в это образовательное учреждение. Первый состоялся в прошлом году, и тогда вопрос о капремонте также обсуждался. Школа Сауры с такой хорошей тематикой. Видно, что здесь и у преподавателей, и у учителей любовь. Любовь в хорошем смысле этого слова. Поэтому я, как никто другой, заинтересован, чтобы этот проект был реализован с точки зрения проведения капитального ремонта, реконструкции крыши, внутренних отделочных работ, коммуникации. Чтобы она зажила уже другими красками, засияла. Поэтому я уверен, что и коллектив, и руководство муниципального района завершат свою точку, ну или свои обязанности по проектному решению. И дальше мы включаемся в федеральную повестку. Это важно. Школа номер 6, школа номер 14, школа номер 6 в Усть-Усть, получаю, в Усть-Усть-Сибирском, школа номер 14 в Тайшете. И это будет такой важный проект за 100 миллионов рублей. Мы сейчас посчитали, где нужно будет вложить душу. Район должен пройти госэкспертизу и подать заявку для включения в федеральную программу модернизации школьных систем образования. Школа 1971 года постройки. Здесь необходимо заменить кровлю, двери, инженерные сети, провести ремонт фасада и электромонтажные работы. В школе Кемельтея в 2022 году за счет средств муниципального бюджета возвели модульный гараж на три школьных автобуса. В учреждении обучаются 382 ученика. Из них 68 ребят из двух соседних сел. Баргада и Перевоз. И подвоз детей требует надлежащего содержания школьного транспорта. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. В Саянске проводится отлов безнадзорных собак. Однако, несмотря на принимаемые меры, меньше бродячих животных в городе не становится. В Саянскую мэрию регулярно поступают жалобы на стаи собак. Несмотря на принимаемые меры, бродячих псов меньше не становится. Причина понятна. Нерадивые хозяева, которые не желая стерилизовать своих питомцев, выбрасывают на улицу щенков и котят. Или же избавляются от надоевшего бывшего любимца. Сейчас мы разыгрываем миллион сто на отлов собак в Саянске. Ну, очень хотелось бы, чтобы наш лучший надежды в этом участвовал. Мы больше отловим. Но мы сможем отловить на эти деньги по расценкам 97 собак. У нас уже даже служба ветеринарии Иркутской области, она посчитала, что в Саянске нужно отловить где-то порядка 180. Ну, что-то отловим. Причем мы их же потом вернем. И у нас количество только растет, никак не бывает. Проблема бродячих животных остается актуальна на протяжении многих лет. Сегодня в Иркутской области принято решение о грантовой поддержке НКО в сфере зоозащиты, строительстве приютов и стерилизации животных. А вот санкции по отношению к нерадивым хозяевам пока мало применяются, хотя те, кто выкидывает на улицу своих питомцев, оставляет их и на дачах, выпускает на самовыгул, должны наказываться весомыми штрафами. Практика показывает наказание рублем. Мера весьма действенная. Заявки на отлов безнадзорных животных от граждан и организации принимаются письменно в городской администрации в 111 кабинете или по телефону 526-77. Городским судом были осуждены двое саянцев, которые проводили фиктивную регистрацию иностранных граждан. Сотрудниками городской прокуратуры в суд было направлено уголовное дело в отношении двух саянцев, которые были виновны в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Мировым судом города Саянска осуждены двое местных жителей. Судом установлено, что в октябре-декабре 2021 года виновные незаконно зарегистрировали иностранных граждан по своему месту жительства без намерия предоставить им свое жилое помещение. Они признаны виновным в совершении преступления, эффективная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, эффективная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Установлено, прибывших в Саянск иностранцев ставили на учет по месту пребывания, но при этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось. Государственное обвинение по делу поддержано работником прокуратуры города Саянска. С учетом позиции государственного обвинения двое жителей, признанные виновные в совершенном данных преступлений, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу. По закону иностранные граждане, приезжающие в Россию для проживания или заработка, должны оформить регистрацию по месту своего пребывания и в обязательном порядке сделать штамп в паспорте с указанием адреса прописки, который должен совпадать с адресом, где фактически находится мигрант. Нарушение правила грозит выдворением из России с последующим наложением запрета въезда в страну. Доблесть, мужество, честь. Под таким названием в детской школе искусств открылась выставка, посвященная годовщине начала спецоперации в Украине. Доблесть, мужество, честь. Под таким названием в стенах школы искусств открылась выставка, посвященная годовщине начала специальной военной операции на Украине. Представлены открытки, переводика, значки, нашивки, детские рисунки на тему СВО. Фотоматериалы с мест событий представили сотрудники Донецкого республиканского музея, налажена связь и со специалистами музея Луганска. Впереди много работы. В будущем экспозиция пополнится предметами быта бойцов, возможно, оружием, экспонатами из зоны проведения. Боевых действий. Прошелся, посмотрел на ваши рисунки, картины. Конечно, это здорово, конечно, это классно. И если, наверное, позволите, мы с Евгением Александровичем собираемся в конце марта посетить наших ребят на басе Луганске. Наверное, если будет возможно, через картину мы им передадим. Им будет это приятно сегодня. Мы готовим для них автомобиль у вас. В конце марта мэр города Олег Боровский планирует навести соединских ребят, прибывающих в зоне боевых действий. Для бойцов будет приобретено необходимое оборудование, оптика, тепловизоры, дальномеры. Будут доставлены и письма от земляков. Задача же выставки – показать неоспоримую связь между тем, что было во время Великой Отечественной войны, и тем, что происходит сейчас. Сегодня, как никогда, наверное, важный момент, что мы помним своих ребят, гордимся ими. Но и для подрастающего поколения это будет наглядный пример, какие у нас смелые все-таки наши граждане-россияне. Выставка – это очень понравилось, это очень трогательно. Что тебе хотелось бы пожелать воинам, которые там, семьям? Ну, самое главное – здоровья, счастья, чтобы они вернулись в свои города, в семьи свои. Стоит отметить, что в России сегодня создается ассоциация исторических и военно-исторических музеев, пополнит которые наряду со 150 военно-историческими музеями страны и музей Саянска. Студенты Саянского химико-технологического техникума регулярно проводят мероприятия и конкурсы профессионального мастерства для учеников 9-11 классов городских школ. В Саянском химико-технологическом техникуме постоянно проводятся мероприятия, конкурсы профмастерства. Целью проекта является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. На базе химико-технологического техникума проходит обучение по программе подготовка юниоров к региональному чемпионату по наиболее востребованным профессиям, и по компетенции лабораторный химический анализ. В этом обучении принимают участие обучающиеся школ в возрасте от 14 до 16 лет. По мнению педагогов техникума, подобные мероприятия помогают ребятам попробовать свои силы в разных профессиях, а в дальнейшем определиться с выбором сферы собственного развития. На нашей базе впервые участвует несколько школ именно Иркутской области, конкретно с Мишелевской среднеобразовательной школы, Сосновской образовательной школы, Белореченские лицеи принимают участие, принимают участие наши местные школы, такие как школы города Саянска номер 2, номер 5, номер 7 и гимназия. В этом году принимают две школы из города Зимы, это Зиминские лицеи и школа номер 8 города Зимы. Участников в этом году по обучению у нас составляет 18 человек. В техникуме созданы все необходимые условия для осуществления качественной подготовки студентов. Здесь имеется соответствующая материально-техническая база. Классы оснащены современным оборудованием для проведения учебных и научных исследований. Имеются компьютеры со специализированными программами. Фестиваль робототехники по дисциплине СУМО состоялся в Центре развития образования. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня защитника Отечества. В Центре развития образования состоялся фестиваль робототехники. Соревнования между школьниками были приурочены ко Дню защитника Отечества и проводились по дисциплине СУМО. Мальчишки с мальчишки всегда любят драться. Обычно их мало, тут 5-6 участников, а тут вон сколько много. Потому что в крови драться, состязаться с соперников, нанести урон. Ну нормально, пацанские игры. Перед роботами стояла задача вытолкнуть противника за край боевого татами. Порой поединок проходил довольно жарко и конструкторы машин очень живо переживали за своих подопечных. Бывало, что роботы во время боя теряли свои составляющие, но парни быстро устанавливали их на место и поединки продолжались. За участников соревнований пришли поболеть их родители. Поскольку, во-первых, растет мальчик, это, конечно, сейчас, я думаю, большое вложение в его будущее. Потому что невозможно представить его будущее, его уже взрослое обучение в университете без робототехники, я думаю. Ходит с большим удовольствием. Я очень благодарна педагогическому коллективу Центру развития и образования, потому что ребенок ходит самостоятельно, с интересом, узнает очень много нового, всегда делится впечатлениями. Каждое занятие как праздник, ну и возможность побывать на таких соревнованиях, конечно, тоже, я думаю, очень здорово. Для ребенка это такая команда единомышленников уже в их возрасте. Я очень довольна. Ну а насколько довольны сами ребята, участники фестиваля, можно понять, увидев эмоции на их лицах. Весело с огоньком отметили саянцы в минувшее воскресенье масленицу. Угощались блинами, пели, танцевали и выигрывали призы. Соловьи, соловушка, звонкая головушка. Прощенное воскресенье песнями да забавами горожане провожали масленицу. Широкая, светлая, щедрая, сытая. Собрала она саянцев на народных гуляниях. По доброй традиции народ светлый этот праздник. Веселился, угощался блинами, соревновался в смелости, ловкости, силе. Дорогие мои саянцы, сегодня еще и прощение воскресенья. Если я кого-то вольно или не вольно обидел, прошу, простите меня за это. Простите и поймите. И я вас всех прощаю. Простите меня, саянцы, с праздником, с масленицей. Мы поздравляем всех с праздником. Красивый день, прощенное воскресенье. Блинов напекли, приехали на праздник, на день города. Ну, такой, все собрались тут. Просим у всех прощения. Саянские богатырини лыком шиты покоряли масленичный столб на раз-два, добывая щедрые подарки. Главное в покорении столба – это поддержка народа. Волнуюсь, а там уже поздно волноваться. Давай, 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 давай. Держись, держись. Чуть-чуть осталось. Никита. Никита, Никита, давай. Заверзь. Дело первого в жизни, это необычно, интересно. Только русские такие могут. Это вот и видно, что победить такой невозможно, если у нас такие ребята есть. Тяжело было? Да нет, нормально. Не в первый раз развелась? В первый раз. Молодец. Праздником. Проводили саянцы зиму сожжением чучела масленицы. Весна пришла, весне дорогу. Пусть добро, достаток и любовь приходят в каждый дом. В преддверии Дня защитника Отечества во Дворце культуры «Юность» состоялась торжественная программа, посвященная героям, защищающим рубежи нашей Родины. Горожане отметили День защитника Отечества. К этому празднику во Дворце культуры «Юность» состоялась торжественная программа, на которую были приглашены участники военных действий, проживающие в Саянске. Мэр города Олег Боровский приветствовал зрителей в зале. Давайте пожелаем друг другу сплочтения, единения, здоровья, а самое главное, скорейшего окончания этой операции, и чтобы все наши парни вернулись живыми и здоровыми. С праздником. За достойное воспитание настоящих мужчин, которые прямо сейчас защищают нашу Родину, чтобы в будущем наша жизнь стала лучше, а мир и счастье непременно пришли в каждый дом, благодарностью губернатора Иркутской области были награждены родители наших земляков. Слова поздравления сказал председатель городской думы Евгений Каплин. Мы всегда гордимся подвигами наших воинов. Благодарны всем, кто сегодня самоотверженно защищает свободу и независимость нашей Родины, ранит верность присяге и долга, твердо стоит на страже спокойствия жителей родной страны. Хочу пожелать всем мира, добра, счастья и семейного благополучия, здоровья и долголетия ветеранам и всем участникам боевых действий. Службе солдатам и офицерам. С праздником вас! С 2019 года в городе действует местное отделение Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Традиционно в канун Дня защитника Отечества проводится военно-патриотическая игра «Зарница» и первенство города по пулевой стрельбе. Участники соревнований показали хорошие результаты, сплоченность команд и взаимовыручку. Победители состязаний были отмечены почетными грамотами. Творческие коллективы Саянска поздравили зрителей в зале своими выступлениями. Великий пост – самый продолжительный и строгий из всех православных постов. Он начинается на следующий день после Масленицы и продолжается 48 дней. В 2023 году пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Великий пост, начался который 27 февраля, закончится 15 апреля, предваряет одно из главных событий года для православных верующих всего мира – Пасху. Установлен пост в память о многодневном воздержании от еды Иисуса Христа в пустыне. Этот пост – самый строгий. В первый и последний день вообще не рекомендовано принимать пищу, а первые и последние недели имеют особые ограничения в меню. Важно не только ограничение в еде, но и крепость духа. Вступить в Великий пост без каких-либо взаимных обид. Нужно примириться с близкими и попросить у них прощения. Злоба, зависть, клевета, оговоры должны пресекаться, ведь пост – одно из средств духовного возрастания. Во время Великого поста из рациона исключается мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, яйца, алкоголь. Однако важно отметить, что в посте всем, особенно людям, недавно вошедшим в церковную жизнь, следует проявлять рассудительность и умеренность, чтобы не нанести вреда своему здоровью душевному и телесному. Не следует прибегать к строгим ограничениям в еде людям со слабленным здоровьем, пожилым, детям, беременным и женщинам. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok